Встреча с Верховной Радой 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 Все составы приходят по графику На данный момент пассажирские поезда Курсируют без отклонений Единственное то что до пассажиров Дикоровник возможно будет Маршрут следования много другой Через Павлаград Но я думаю не отразится На пассажирах они не заметят Эти изменения Что касается пригородно-подвижного Сообщения Поезда, курсирующие из Донецка На сторону Чаплина будут до станции Красной Армии скурсировать. Со станции Межевой до Чаплина в сторону Днепропетровска. Приднепровская железная дорога сформировала два электропоезда, которые также будут обеспечить вызов пассажиров. Восстановить движение транспорта, наладить электроснабжение, а также полностью расчистить дороги области. Такую задачу на ближайшие три дня спасателям поставил Андрей Шишацкий. Губернатор отметил, сегодня отрезанными от мира остаются более полусотни населенных пунктов. Без электричества жители трех поселков. Туда организован подвоз лекарств и продуктов. С последствиями снегопада спасатели борются круглосуточно. В субботу я брал вертолеты. Мы с руководством МЧС, Украфтодора и замом моим профилем облетали районы Мариупольской трассы, Володарский, Паршатраневы. Мы несколько скорректировали работу, увидев это все с высоты. По Мариупольской трассе возобновлено движение. Официально дорога пока не открыта, но добраться в Мариуполь на машине уже можно. Закрытыми в области остаются четыре трассы, преимущественно в южных районах. Подробнее о ситуации на дорогах. Почти 44 тысячи школьников региона по-прежнему на вынужденных каникулах. Об этом сообщили в областной администрации. Сегодня заработали 86% учебных заведений. Закрыты около 200 школ в Снежном, Дзержинске, Дебальцево, Красном Лимане, Янакево и Харциске. В четырех районах не учатся только младшие классы. Причина – холода и заснеженные дороги. Полностью учебный процесс планируют возобновить в ближайшие 2-3 дня. Двор сковала льдом, а в подъезде потоп. Это последствия порыва водопровода в Макеевке. Из-за этого к одному из домов не подойти, не подъехать, рассказывают местные жители. Налит здесь образовалось со всех сторон здания. Я уже раз упала, 3 дня я уже лечилась. Вот тут страшно, тут воды много, тут лед. Пойдешь, не знаешь, чем пройти, чем назад уйти домой. И дом уже старый. Вот так вода сейчас будет таять. Все, может дом уже ухручить. И где мы будем все жить. О своей проблеме жители двухэтажки сообщили водоканал и районную администрацию. Налить вокруг дома образовалось из-за порыва водовода на соседние улицы. Сегодня на месте аварии начались работы. Это скрытый порыв. Очень большой объем воды уходит. И нужна необходимая техника. Для нас сейчас в первую очередь это дороги, больницы и котельные. Поэтому мы так долго до него не доезжали. Но вот наконец-то сегодня мы все собрались. Все у нас есть, техника есть. Мы почистим после этого дороги. После себя мы наведем порядок и сделаем благоустройство. Ликвидировать порыв коммунальщики пообещали до конца дня. Светлана Киксева, Евгений Сысоев, Панорама. В Красноармейске после месячного перерыва снова заработала молочная кухня. С начала января цеха были закрыты на реконструкцию. В здании сделали косметический ремонт, побелили потолки, покрасили стены, двери и пол. Занимались в учреждении также маркировкой кастрюль, стиркой, наладкой перерабатывающего оборудования. После ремонта стоимость молочной продукции для детей не изменилась. За сутки здесь производят полторы тысячи порций кефира, творога, молока и каш. Питание получают более 250 маленьких жителей Красноармейска. Открытие кухни их мамы ждали с нетерпением. Ждали, когда откроется кухня замечательно. Нам очень нравятся магазинные творожки, нам не подходят. Очень хорошие, мы очень довольны. Для моего внука, во-первых, это. Конечно, с удовольствием кушаем и для разнообразия. И пюрешку берем, и молочное. Это очень полезно для малышей. Имени Григория Бондаря. Такое название может получить Донецкий противоопухолевой центр. Увековечить имя хирурга планируют власти города и региона. Об этом сообщил губернатор области. Инициативу поддерживают и бывшие коллеги доктора. Напомним, Григорий Бондарь, специалист в области онкологии. За полвека работы провел несколько тысяч операций. В 2002 году удостоен звания Героя Украины. Скончался 27 января в Донецке. Символ года и египетские парамиды. Конкурс снежных скульптур прошел в Макейской. Конкурс снежных скульптур.